Соловых Виктор и Василенко Александр, чтобы эти братья вышли, мы приготовим себя для того, чтобы преподносить вам левое преломление. Пожалуйста, общее пение мы будем петь сидя. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА 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 ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ смотрим на то, насколько Слово Божие освещает нас. Мы невнимательно смотрим на то, как Господь наблюдает за нами. Я хотел бы прочитать перед тем, как мы будем молиться на Телу. «И когда настал час, Он возвел двенадцать апостолов с ним и сказал им, желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания». Иисус Христос очень желал, потому что наступал ему час. Сейчас мы не можем сказать, что Иисус Христос не присутствует здесь. Но Он наблюдает за нами. Наблюдает, потому что сейчас настал наш с вами час. Вы представьте, когда Иисус Христос участвовал и раздавал вот этот клейм. С ним опускали в эту чашу, как написано в Писании. Люди были разными. Мы знаем, что там были ученики, их было достаточно замкнуто, и здесь собрался достаточно замкнутый круг. Людей, которые исповедуют. Но все эти ученики, они были разные. Был уродок, который ради денег предал. И вот он даже опускал свою руку. Там был Петр, который тоже испугался, и предал. Там были ученики, которые в Гесиманском саду просто разбежались. Это были абсолютно разные люди. И вот сегодня настал час. И сегодня Макс призвал на молитву, когда человек должен был исповедовать. Этот час был. Когда мы предстанем пред Христом, никто из нас не может сказать, как раз, разве у тебя не было времени? И вот когда ты опускал руку свою вместе со мной в эту чашу, о чем ты думал. Вы знаете, это не осуждение того, что каждый из нас говорил. У нас очень как бы складывается такое впечатление, если я виноват, лучше я не пойду на это. Слово Божие призывает не к этому. Мы сегодня слышали, оставь какой-то архитивный пример. Слово Божие говорит о том, что Иисус Христос очень хочет видеть каждого из нас, сидящих с Ним там, на небесах. Этот час настанет. Он обязательно придет. И вот там будут сидеть за Христом люди свободны. Свободны. Христос в свое время был свободен. Когда настал его час страданий, никто в этом мире не мог его осудить, в каком любви в мире. И вот это хлебопреломление, в котором мы участвуем, мы должны осознавать, осознавать то, что мы с вами идем к этому часу, приближаемся каждый день, каждый час, каждую минуту. И когда этот час наступает, сейчас мы будем молиться на аркетах, помнить о том, и говорить о том, что это не только страдания Иисуса Христа, но это в этом заключается моя свободна. Я пойду в этот мир, и я скажу греху, скажу всему плохому, скажу, нет, я не буду этого делать. Почему? Потому что придет мой час, и я буду эту руку, свою, протягивать туда, то, что дал мне Иисус Христус, к этому плену. А каким я буду хотеть? Это будет знать каждый из нас, и Бог когда-то выведет это, когда мы с ним встанем, и будем там участвовать в хлебе ильбинируем. Я попрошу всех встать, сейчас будем молиться, я прочитаю, как это происходило. И взял хлеб, и благодарил, преломил, и подал вам, говоря, тело мое, которое за вас предается, это творите мое воспоминание. Господь, благодарен Тебе, благодарен и славен Тебя за то, что Ты совершил этот подвиг. Посылай Иисуса Христа на эту землю, зная Его страдания, зная, Господи, то, что он как будет мучиться, Ты сделал это, сделал из любви сегодня ко мне и каждому из нас. Я благодарен Тебя за это, Господи. Я благодарен Тебе, мой Иисус, за то, что Ты пострадал, Ты, Господи, принял волю Твоего Отца, Ты, Господи, ходя по этой земле, ни в чем не нарушил слово Его, я благодарю Тебя за это, Господь и Бог, за то, что, невзирая на то, какие будут люди, Ты пошел на эти страдания сегодня, Господи, потому что Ты любишь меня, потому что Ты любишь того человека, кто сегодня стоит в этом зале, Ты любишь всех тех, Господи, кто населял или будет населять в дальнейшем эту землю. Пай любовь никогда не стащится, это мы сегодня, Господи, признаем и осознаем в том, что тело Твое было мимо за каждого человека здесь на этой земле. Благослови и хлеб нашим участием. Слава Тебе за все Богу нашим. Аминь. Пожалуйста, Христа. Аминь. Аминь. Я хотел бы напомнить перед тем, как Вы будете участвовать, что когда к Вам подходит хлеб, то, пожалуйста, вставайте, помните, что это светление. Хлебопреломные имеют право участвовать те люди, которые не находятся в церковных замечаниях, те люди, которые находятся в мире друг с другом и гости, которые пришли сегодня к нам на тех же основаниях могут участвовать в хлебопрелом и дам благословить Вас Господи. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует...